Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня поэтическим эпиграфом к нашей программе будут строки Александра Сергеевича Пушкина из поэмы Евгения Онегин. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как дэнди лондонский одет. Мы будем говорить о самом поэте, о его музе Натали Николаевне Гончаровой и о времени, который потомки в будущем назовут золотым веком нашей культуры. Помогать мне в сегодняшнем разговоре будет удивительный человек, очень творческий и очень серьезный. Это профессор, доктор философских наук, правильно я сказала? Философских наук. Елена Николаевна Некрасова. Елена Николаевна, очень трудно было жить в 19 веке, как и сегодняшний день он предоставлял достаточно для модников очень серьезные проблемы. Чаще всего финансовые, да? И чтобы жить широко, нужно было жить непосредством, что нашему поэту всегда предполагалось делать. Это всегда очень сложно. Как вы думаете, что такое дэнди лондонский? Вот в вашем понимании, что такое дэндизм? Дэндизм, дэнди, это некий стиль жизни. Даже не костюм, а стиль жизни. Прежде всего, который, конечно, выражается в поведении, выражается в костюме, неком таком изысканном, утонченном, который выделяет человека, желающего выделиться из общего ряда, из всех окружающих. Чтобы не быть похожим, чтобы таким образом выразить какую-то свою, может быть, самобытность. И жизненную позицию, наверное. Свой собственный стиль, и в этом, конечно, может выразиться и жизненная позиция, если удастся. На самом деле, аристократы и неаристократы, они всегда пытались дифференцироваться друг от друга, отдалиться, дистанцироваться даже. Замечательный английский писатель, автор ярмарки «Чеславие» Уильям Теккерей, издавал в студенчестве в Кембридском университете такую газету. Она называлась «Дневник снобов». И вот это понятие «сноб», «снобизм», мы считаем, что это как… Ну, вот «снобизм» в вашем понимании. Что это означает? Что такое «сноб»? Он тщательно следует каким-то таким позициям. Да, и в одежде, и в стиле жизни. Но на самом деле, когда приходил студент, то рядом с его фамилией ставили два таких сокращения – «с» и «ноб». «Сайн Нобилитейт» – неблагородный. У него есть деньги, но у него нет аристократического происхождения. И были аристократы, которые могли себе позволить в костюме легкую небрежность. Они могли нарушить, ну, сейчас это называется дресс-код, не застегнуть пуговичку или слегка расслабить, допустим, шейный платок. А вот «снобы» – они копировали костюм аристократов дотошно, детально, один в один. И поэтому «снобы» – это всегда немножечко вторичность, это повтор. А вот «дэнди» – они не позволяли себе даже слегка небелую рубашку. Рубашки они меняли до шести раз в день. Это был изысканный крой, это были новые ткани, это были идеально посаженные костюмы на фигуре. То есть это такой некий идеал, который сразу же брался на вооружение всеми остальными. И когда его начинали копировать, он придумывал что-то новое, но по-новому завязывал галстук, например. И это снова было стимулов для того, чтобы были новые клоны. Не так, как все. Да. Но на самом деле это такая пиар-компания англичан для того, чтобы стимулировать собственное производство. Ну, первые манекенщики, можем сказать, да, потому что даже сам Александр Сергеевич Пушкин всегда говорил, что политика и мода, экономика и мода – это понятие очень комплементарное, да, когда… Взаимозависимое, конечно. Да, великий французский император, ой, не император, король солнца Людовик XIV, он понимал, что единственное, что может спасти Францию – развитие экономики. А Франция всегда была производителем ленские ткачи, да, то есть галантерейные какие-то ленточки, тесемочки, завязочки. И он для того, чтобы не стимулировать экономику Англии, запретил ношение металлических пуговиц, да, только пуговицы, обтянутые шелком. Для чего? Для того, чтобы помочь собственным… Своим производителям. Своим производителям. Поэтому вот экономика и мода, и англичане для того, чтобы пропагандировать свой английский стиль, они делали такую мощную пиар-компанию. И дендизм становится целым направлением в моде, и уже не только английские мужчины, но и французы. Но французы они, может быть, и нет, потому что они диктовали собственную позицию в моде. А вот русский дендизм – это явление всего практически XIX века. Вообще, в начале XIX века Россия начинает ориентироваться на Англию, переживая нападение Франции, и поэтому становится немодным следование французскому стилю. Это, в частности, выражается в Толстого очень ярко описано в «Войне и мире», когда нужно отказываться от каких-то французских привычек. Они укренились, даже по-русски не говорили, да, практически? Не нужно переориентироваться на Англию, вот, чтобы отвернуться от Франции. Потом это смягчается, конечно, после войны. Но сначала все-таки они пытались пожить по-русски, потому что все большие мероприятия, которые были связаны с праздниками, с торжествами, пытались надеть кокошники и повойники, да, и русские сарафаны, смахивающие на французские. Но потом вот эталоном становится английская мода, потом английская мода предлагала все-таки более практичный вариант, да, англичане убирали лишние детали, и это все-таки такой уже более мобильный костюм. Ведь у нас в 19 веке появляются новые средства передвижения, люди становятся более активные, поэтому лишние детали в костюме, которые стесняют, они могли просто, тем более, когда женщина сняла корсет в конце 18 века, заставить ее носить неудобную одежду после ампирных свободно летящих платьев было, вероятно, уже очень трудно, да? Вот, Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, а какой вам стиль ближе самой в одежде? Английский, французский, русский? Трудно, трудно как-то определиться. Потому что то, что сейчас, это типичный английский костюм, да, фраки, смокинги, все, что пришло потом в российскую моду, и женщины взяли на вооружение элементы мужской одежды, это, в принципе, как раз элементы такого практичного английского стиля, да? Я завидую людям, которые могут носить экстравагантную одежду. Я этого не умею. То есть порода профессий, да? Я этого не умею, и, в общем, к этому не стремлюсь, поэтому вот складывается, может быть, спонтанно какой-то, какие-то привычки, какие-то предпочтения, которые окружающие начинают называть стилем. Ну, стиль, это, в принципе, наверное, знаете, фильтрация всех элементов, когда они становятся на такое место, когда не хочется ничего менять, да, не добавить, не... Фильтрация неподходящих элементов. Да, да, да. У нас есть несколько портретов Александра Сергеевича Пушкина, два разных автора, я думаю, вы их сразу узнаете. Это портрет Александра Сергеевича 1827 года, это портрет Кипренского, и вот как раз этот плед, экосес, это элемент английской моды. Александр Сергеевич здесь изображен как поэт. У него на фоне муза лирической поэзии Эрата, этот такой клетчатый экосес, это напоминание о Вальтере Скотте, романы которого пользовались огромной популярностью. Вот опять отголосок английской моды, да, и, в принципе, романтизм, это направление, которое доминировало практически целую половину 19 века, романы Вальтера Скотта, они, в принципе, очаровали и дали возможность и писателям, и поэтам. Вообще, женщины начали читать, да, и очень хорошее понятие модно не только в одежде, а как вы думаете, еще в чем? На что еще мода распространялась? Модно читать, можно иметь книги. Можно иметь библиотеку, да, и начинали коллекционировать книги, что, в принципе, в 18 веке и быть не могло. Тогда, да, мы, в общем-то, особенно и не демонстрировали свое желание читать. Вот эта мода на книги, на их коллекционирование, приобретение, на то, чтобы они жили в доме, повлияла, в общем, очень серьезно на развитие русской культуры. Потому что, если книга в доме, то она доступна ребенку, значит, ребенок может прийти в отцовскую библиотеку, открыть шкаф и взять любую книгу, если, конечно, шкаф не закрыт на ключ, потому что бывало и такое. И читать, и очень многие русские дети начинают читать вслед за своими матерями. Лотман об этом говорил, что женщины начинают читать, начинают читать дети, и начинают вырастать совсем новые поколения, которые очень серьезно влияют на развитие страны. Как раз в конце XVIII века результат активной деятельности Новикова, который пропагандировал вкус и любовь к чтению, прежде всего, женщин. Потому что женщина, она и сама прочитает, и ребенку научит. И поэтому, вот XIX век, может быть, поэтому и стал золотым веком культуры, потому что как раз успели... Поколения были уже подготовлены, да. Такая богатая почва получила. И вообще вот эти удивительные поколения начала XIX века, они, конечно, во многом подготовлены чтением тоже. И об этом Лотман очень ярко писал в своей жизни. Но опять же, русской литературы достойной не было. И мы вспоминаем сразу фразу Александра Сергеевича о Татьяне Лариной. Модно было, модный образ, да, с печальной улыбкой, да, и с французской книжкой в руках. Вот французская книжка, с одной стороны, хорошо, что женщина читает, но с другой стороны, меня очень огорчило, когда еще в школе, знакомясь с письмом Татьяны, вдруг прочитала слова автора. Я, к сожалению, не знаю, как это перевести с французского. То есть письмо Татьяны написано по-французски, и автор переводит для читателя его с французского языка. То есть он и сам, только благодаря бабушке, и научился по-русски читать, позднее сочинять. И вот эта мода на... не свое, она и в костюме, и в литературе, и в музыке, потому что и музыка, в общем-то, музыкальная русская культура, она развивалась, как не могла не развиваться, но почвы не было, да, возможности показать, что я умею, у российских авторов не было. Но в это время традиция уже начинает определяться и складываться, и вот как раз это действительно золотое время для русской культуры начинается. А как вам кажется, что могло в 19 веке помочь прозвучать именно русскому костюму? Он эпизодически... всплески интереса к русской культуре возникают. Вот, например, сверху пытаются навязать русский костюм, там, на балы в Анчиком дворце, в Зимнем дворце. Не просто приглашаются дамы, а приглашаются дамы, которым перед приездом вручает... Вот Николай, например, очень любил сам делать эскизы костюмов, в которых предполагалось являться дамам, да, и они должны были расписаться, что она ознакомлена, какого цвета должен быть костюм, какого фасона, и дамам предписывалось приходить на балы в кокошниках, в повойниках, в сарафанах. То есть, вот почему желание сверху навязать интерес к русской культуре в XIX веке, вот, ну, никак не осуществлялось, с Вашей точки зрения? Получается, что это почти что костюмированный бал. Это не характерно, конечно, такой вот наряд для бала. Почему? То есть, это костюм вне почвы, да? Потому что, в общем, очень такой серьезный разрыв существует, об этом много писал Бердяев, между верхним слоем, очень тонким, складывающимся в русской культуре, и основной такой массы населения, которое никак, конечно, не связано с высокой культурой, с высокой модой. И вот этот разрыв, он, собственно, был очень серьезным, очень глубоким, и до конца, в общем-то, не был преодолен, вплоть до революции. И сама революция, может быть, была следствием вот этого очень глубокого разрыва. Поэтому обращение к народному костюму – это как будто даже карнавал. А с другой стороны, русские няни, которые вот в этих самых костюмах ходили, и которых, конечно, русские дворяне и дворянки забыть не могут всю свою жизнь. И самые светлые воспоминания обязательно связаны вот с этими замечательными русскими нянями. Мы помним Пушкинскую няню, и такие няни были очень у многих людей. Это, конечно, вот с детства впитанная вот эта вот среда крестьянская в русском поместье, связанная с природой. Об этом пишут очень многие русские авторы в XIX веке и в XX веке. Иногда обращение к русскому костюму было уже вот, например, во второй половине XIX века своего рода протестом против какого-то давления сверху. Это было... То есть человек должен сам созреть и сказать, я хочу носить русское. И, в принципе, иногда даже когда назидательно начинают рекомендовать что-то, то настоящая личность, сформировавшаяся, она будет уходить от этого давления и делать все наоборот. В принципе, костюм, конечно, это протест... Возможность человека сказать с помощью костюма то, что ему сказать не дают. Например, Александр Сергеевич Пушкин всегда поражал современников эксцентричностью своего костюма. Но когда мы читаем воспоминания, иногда не учитывается возраст. Знакомясь, допустим, с воспоминаниями о кишиневском периоде его жизни, о одесском периоде, мы не учитываем, что это практически еще совсем молодой человек. Ведь Руслан и Людмилу он написал, представьте себе, в 21 год, современный юноша, которому стукнуло 20, он почешет, скажет, ну надо же, он уже стал гением, потому что Жуковский прислал ему свой портрет с надписью победителя ученику от побежденного учителя. Это зрелый мэтр, который пишет 21 юноше 21 года, да, а начинал поэт писать. О, довольность написано в 18 лет, которую цитируют и без конца упоминают, да. То есть это человек, который знает, что он не писать не может, он уже знает, чем он может посвятить свою жизнь, и поэтому, если он и допускает какие-то вольности в костюме, например, на одном балу он пришел практически в прозрачных панталонах, и все дамы в лорнет разглядывали в ужасе, надо же, во что он оделся. Там, где нужно было быть в мундире, он приходил во фраке. Там, где нужно было прийти в круглой шляпе, он приходил в треугольной. И он нарушал практически все условия, ну, опять я говорю, ссылаясь на наш лексикон, дресс-код, да. А в 19 веке нужно было очень четко следовать правилам в одежде. Были специальные костюмы для визитов, были специальные костюмы для приема гостей. И поэтому некоторые, даже небольшие отклонения от каких-то правил воспринимались окружающими неоднозначно, неадекватно. Им могли даже высочайший гнев навлечь на человека. А при Павле совсем недавно так можно было лишиться и свободы, а то и жизни за такие нарушения. Дело в том, что костюм всегда воспринимался как форма протестного поведения. Она просто могла выражаться по-разному. Например, когда настоятельно стали рекомендовать, что носить, какого цвета и каким образом, то, допустим, Чаадаев, он стал следовать французской моде практически педантично. Он выписывал журналы с последними новинками и копировал один, он был одет как картинка. То есть совершенно четко выполняя все рекомендации французских модельеров того времени. А вот Александр Сергеевич позволял себе просто не придерживаться никаких правил. Но нужно учитывать, что он был просто творческой личностью, который за свой маленький отрезок жизни попытался прожить огромное количество других жизней. Например, когда его сослали в ссылку, он, например, мог присоединиться к цыганам, кочевать с ними и назло всем, нарушая все правила. Но зато мы имеем прекрасную поэму цыгане. Он мог ходить в крестьянской одежде, в рубахе с поясом, в сапогах, в картузе. И, что немаловажно, даже здороваться с ними за руку. Это описано в доносах, которые были тщательно описаны не просто, что он пишет, а во что он был одет и как он себя ведет. И вот эта манера поведения, когда он просто разговаривает с крестьянами на ярмарке, здоровается с ним, ну, не может не здороваться, а держится за руку, это вызывало просто недоумение. Дворянин ведет себя не по статусу. Смелые такие поступки совершают. А с нашей точки зрения уже 21 век, мы видим, что это действительно самостоятельное поведение. С помощью костюма он говорит гораздо больше. Он дополняет свою литературу и еще вот этим линия костюмного поведения. Согласны со мной? Да, конечно. Конечно. Костюм у Пушкина это некая борьба, некое доказательство окружающим того, что было для него совершенно очевидно самому. Я свободный человек. Огромное желание иметь свободное мышление и свободу поведения. Да, я хочу писать, я буду писать. Вы считаете, что это недостойно дворянина, а я считаю, что это именно то, чем следует заниматься. И я буду зарабатывать на жизнь литературой, а не чем-то другим. А это считалось совершенно неимой. И это мое право, которое вы признаете в конечном счете. И в конечном счете все согласились, что да, Пушкин это наше все. Елена Николаевна, у нас два портрета. Первый портрет Кипренского мы посмотрели, да? А второй портрет московский, тропининский. Мы сейчас посмотрим второй портрет. И скажите, а вам какой образ Александра Сергеевича ближе? Вот посмотрите, здесь он свободен. У него халат, ну, даже похож на античную тогу, да, в складке красиво задрапированный. Совершенно свободный. Распахнутый ворот. Распахнутый ворот, небрежно завязан платок. И портрет Тропинина, он прожил интересную жизнь. Он был предназначен Соболевскому, который жил за границей. Это был близкий друг Александра Сергеевича. Но говорят, что Соболевский получил копию. А оригинал остался в Москве. Он долго здесь каким-то образом жил. И, наконец, его Аболенский нашел в одной меняльной лавке. Тропинин подтвердил свое авторство. И в 1909 году этот портрет сначала попал в Третьяковскую галерею. Его купил Третьяков. А в 1937 году, вы не знаете, к чему была приурочена эта передача портрета? Из Третьяковки в музей Петербурга. В столетии смерти Пушкина, которая широко отмечалась в сталинскую эпоху, конечно, Пушкина пытались присвоить себе тогдашние власти. И всячески, конечно... Вам самой, вот какой портрет ближе? Мы посмотрели и портрет Кипренского, и Тропинина. Они написаны в один год. Это один и тот же человек, который видят два других очень творческих человека. И портрет Кипренского так понравился Александру Сергеевичу Пушкину, что его знаменитая фраза «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», она говорит о том, насколько смог почувствовать один человек другого человека. Да, тут трудно выбрать, конечно, между двумя портретами. Каждый по-своему интересен. И вот этот московский, такой более вольный, более вольная Москва по сравнению с Чопорным Петербургом, и более такой вольный, свободный портрет, и свободный человек, более открытый изображен здесь. Ну, каждый интересен. Знаете, известен еще один портрет Александра Сергеевича 1837 года. И Репин, видя этот портрет англичанина, Райта, он сказал, что это лицо государственного человека. У него высокий лоб мыслителя, и это лицо государственного человека. То есть мы иногда можем, в общем-то, и не обращать внимания на внешние атрибуты, которые присутствуют у Кипренского, например, на эту музу лирической поэзии. Мы все равно видим, что это неординарный человек с государственным мышлением, который, независимо от того, признают его люди, которые живут рядом с ним, и степень его величия. Или он, наверное, работал не на человека, а на человечество, не на читателя, а вот на... Он сразу, наверное, чувствовал масштаб своего дарования. Да, я думаю, что Пушкин знал себе цену, безусловно. Я думаю, что он с горечью понимал, насколько он не понят, и окружающие его современники говорили, иногда отстал Александр Сергеевич, исписался, не понимая и не имея возможности понять весь масштаб этой личности. И поэтический его дар, и действительно дар его как мыслителя. Потому что все знают Пушкина, но я думаю, что очень мало все-таки мы знаем Пушкина. И кроме сказок и нескольких стихов, нескольких отрывков из Онегина, многие люди, к сожалению, на этом останавливаются. А на самом деле Пушкин может подсказать каждому человеку так много о нем самом, что мы должны просто уметь это увидеть, прочитать и, по крайней мере, дать себе труд этим заняться. Самое главное, что есть такое замечание министра народного просвещения того времени, когда умер Александр Сергеевич Пушкин, в первые же дни вышел некролог. И вот не везет нам на министров народного просвещения. Уваров писал, что за черная рамка вокруг известия о кончине человека, ни чиновного, ни занимавшего никакого положения на государственной службе. Какое это поприще? Разве Пушкин, полководец, военачальник, министр, государственный муж, писать стишки не значит проходить важное поприще? Это адресовано министр народного просвещения. И в то же время, когда в 1880 году на нашей уже замечательной Тверской, на Пушкинской площади появился памятник Апикушина, собранный практически по копеечке на народные деньги. И замечательный памятник, то изначально в руках у него была совершенно другая шляпа. Дело в том, что мы сейчас увидим на автографе Александра Сергеевича, какая же должна была быть шляпа у памятника. Вот такая немного круглая, с нашей точки зрения, немножко неуклюжая. Это автограф Александра Сергеевича с металлической тростью. И именно такую шляпу и предложил Апикушин на своем памятнике. Когда модель практически была уже готова, то, естественно, приемная комиссия сказала, у приличного поэта не может быть такой неприличной шляпы. То есть в 1880 году поэты уже знали, что все, кто жили рядом с ним, это будут чиновники, поэты, музыканты пушкинского времени, пушкинской поры. И теперь уже ему в руки дали не такую шляпу, как на автографе, а вполне приличный цилиндр. И поэтому, когда вы будете назначать свидание на Пушкинской площади, обратите внимание на шляпу и обратите внимание на подпись, которая идет ниже на постаменте, потому что она тоже не соответствовала действительности изначально. Сначала фраза была, две последние строчки принадлежали Жуковскому, потому что допустить, чтобы больнодумство Пушкина еще было в камне запечатлено, Такого быть не... и долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Что мой жестокий век, восславил я свободу и милость к падшим призывал. Жуковский изменил эти строчки после смерти. Жуковский изменил, потому что этого требовали для того, чтобы памятник поставили, нужно было пригладить текст, и поэтому он был изменен уже гораздо больше. Жуковский изменил сразу после смерти эти строчки, потом уже они были восстановлены в том виде, в котором написал Пушкин. Поэтому огромное желание пригладить все, да? Смягчить ситуацию. Жуковский исходил еще из того, что нужно было позаботиться о семье Александра Сергеевича, о его жене и детях. Александр Сергеевич обожал с помощью костюма и в своих автографах, и в тексте подчеркивать, но надо уметь прочитать, да? Огромное желание быть независимым и свободным. Вот сейчас мы еще увидим один автограф Александра Сергеевича. Это сам поэт, который беседует со своим героем главным, с Онегиным на набережной Невы. И мы видим, что оба персонажа в таких широкополых шляпах, которые уже не модны были в то время, когда писался роман. Вы помните замечательные строки? Надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар. Вот эту огромную шляпу с такими широкими полями, названную в честь лидера национально-освободительного движения. Республика Боливия, кстати, тоже носит имя этого персонажа. И это знак причастности и расположения именно к свободе, да? Да, конечно. К свободе, к какому-то праву не подчиняться, когда не хочешь подчиняться, когда не согласен. Да, это своего рода жест такой, вольный жест со стороны Пушкина, который вот в Онегине подчеркивает эту вольность. И в принципе, эту вольность, конечно. Онегина можно отождествить с вольностью Пушкина. С одной стороны, мод воспитанник примерный, а с другой стороны, абсолютно немодный элемент в костюме, который говорит, я имею внутреннюю свободу продемонстрировать вам вот свой такой, либеральный такой взгляд. Хотя это и не модно. Хотя это и не модно. И нельзя, говоря о Александре Сергеевиче, конечно, не упомянуть о прекрасной Наталье Николаевне, музе, которая огромную часть своей жизни, любви, тепла отдала, несмотря на все нелестные эпитеты и историков, и критиков, адресованных ей, она подарила ему вдохновение и огромное количество поэтических строк, которые нас сейчас воодушевляют, посвящены именно ей. Поэтому мы не будем давать критическую оценку взаимоотношениям Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Мы только посмотрим, насколько замечательное лицо, удивительные глаза. У меня есть подборка портретов разных художников, которые запечатлели этот удивительный образ. Сначала маленькой девочки, потом юной девушки, и, наконец, умудренной опытом взрослой женщины, которая прожила очень трудную жизнь. И ее образ читается во многих строках Александра Сергеевича, произведениях. Вот первый маленький портрет. Это юное совершенно создание. Портрет писан по просьбе дедушки. Она до пяти лет жила у деда. И это неизвестный автор, который уже в маленькой девочке мы видим совершенно потрясающие умные глаза. Посмотрите, какое лицо вдохотворенное. Да, Елена Николаевна? Да, редкий вообще портрет. Редкий портрет. И еще одна работа – это знаменитый портрет Брюлова, но не Карла Брюлова, а его брата. И вот эта девушка меньше всего, по признанию и близких к Пушкину людей, похожа на Наталью Николаевну. У нее характерная для того времени прическа с пробором совершенно четким. Вот мы сейчас вернемся еще к этому Брюловскому портрету. Он парадный, нарядный, очень яркий. И вот фероньерка, которая у нее в качестве украшения лобного используется, это тоже вольный прием только уже супруги Александра Сергеевича. Поскольку ее носили, в общем-то, обычно, да, как нагрудное украшение. Она вот себе позволила некоторую вольность, причем она позволяла себе выезжать в свет не в драгоценностях, да, а в фальшивых, как сейчас мы сказали, да, бижутерии. Это был тоже смелый шаг, потому что жизнь, конечно, требовала безумных расходов. Чтобы присутствовать на всех балах, нужно было постоянно новые-новые наряды, новая-новая обувь. И как Вы считаете, вот этот вот изматывающий ритм жизни создал бы Александр Сергеевич больше произведений, если бы он жил в уединении, в тихом, где-то там, в деревне? Или все-таки он должен был прожить ту жизнь, которую он прожил? Да, он всегда мечтал уехать в деревню и всячески стремился, но его мечте не суждено было сбыться. Мы можем только гадать, вообще говорят, что история не терпится слагательного наклонения. Мы можем только гадать, что бы случилось, если бы ему удалось осуществить вот эту свою мечту. Ну, случилось так, как случилось, и мы должны, наверное, следовать совету Жуковского, который писал, не говори с тоской, они ушли, но с благодарностью были. Пушкин за свой короткий век сделал так много, и если мы сумеем понять все, что он сделал, то счастливы мы будем люди. Дай Бог нам это понять. Ну, вот Наталья Николаевна здесь, на этом портрете изображена, как женщина-муза, которая вдохновляла не только Александра Сергеевича, да, хвост воспоминаний о том, что она просто, балл без нее, просто не балл, да. То есть ездили иногда смотреть на Наталью Николаевну, в чем она, как она, и это тоже определенный груз обязанности, да. То есть она уже появлялась не просто, как Наталья Гончарова, которая может в толпе получить удовольствие от балла, и на нее не будет столь пристального внимания, да. Ну, роль первой красавицы обязывает, конечно. Это определенный статус, и это груз, да. Груз, и тяжелый груз, наверное, и для нее самой, хотя это ее веселило, но тоже, наверное, не могло не заботить как-то вот эту роль, эту, наверное, трудную роль. И он играл роль, которая была для него, конечно, очень трудной. То есть это такая принцесса Диана, как пиар этих папарацци не было, да, но вот этот груз психологический у нее присутствовал, да. Ну, общественное мнение играло эту роль, да. Трудное-то положение. Ну, вообще в костюме нужно было соблюдать четкие правила. Мы видим, что и Александр Сергеевич, и Наталья Николаевна, они создают свой собственный мир, не будучи жертвами моды, а создавая, как бы, царица собственного стиля, да. То есть стиль, который начинает копироваться. Вот надела она украшения не так, как все остальные, и начинают копировать вот этот способ ношения украшения. Сначала пошептались, ах, как она посмела, ах, что же это такое, а потом... Вот обратите внимание тоже на работе, вот сейчас мы поближе посмотрим, пробор на прическе всегда делали идеально ровно и строго по центру. Почему? Потому что сразу злые языки начинали говорить о том, что это может быть родимое пятно или неправильная форма черепа. То есть прическа должна быть четко симметричной. И мы видим, что Наталья Николаевна, я не знаю, по каким-то своим причинам она нарушает... Позволяет себе. Позволяет себе сделать несколько асимметричный ход в прическе. То есть какие-то мелкие детали, они уже говорят о том, что перед нами маленькая, она еще юная здесь. Совсем юная, конечно. Девушка, но она уже личность. И вот несколько портретов мы просто посмотрим в глаза потрясающей девушки, молодой женщине. Это портрет Гау. Такая светская дама с очень интересной прической, шляпой, зона декольте такая интересная. А это портрет, написанный вторым мужем Натальи Николаевны, Ланским. Это домашняя обстановка. Совершенно спокойная домашняя женщина, укутанная в плед, у которой... Мать семейства. Мать семейства. Да, она замечательная женщина. Это тоже портрет Гау. А этот портрет, я хочу на нем остановиться отдельно, он написан молодым художником Макаровым. Макаров писал уже женщину повзрослевшую, и он немножко ее идеализировал. И когда Наталья Николаевна увидела этот портрет, она поняла, что художник рисовал не женщину, а вот этот поэтический образ, который и молодое поколение продолжал так же волновать и тревожить, как и ее, можно сказать, сверстник, когда они живут в одном времени. Современник. Современник, да. И Илья Макаров, он пришел с огромной просьбой, чтобы ему разрешила Наталья Николаевна написать с нее портрет. И вот этот портрет ей очень понравился. То есть она выразила потом огромную благодарность самому художнику. И вот мы сейчас еще раз посмотрим, насколько, да, такой совершенно женщина-муза, да. Здесь и костюма практически нет. Здесь есть просто очень одухотворенное лицо, оно даже похоже где-то на Мадонну, да, да, такую. Не лицо, а лиг. И летящие какие-то. И вот обратите внимание, как Гау сконцентрировала внимание на узкой талии Натальи Николаевны, даже уже не молодой девушки, дело в том, что мальчиков и девочек с 4-5 лет начинали туго утягивать в корсет, чтобы они держали осанку, и даже Александр Сергеевич иногда мерился талией с апраксией. Он писал в воспоминаниях, сегодня я померил талию с апраксией, то ли у меня талия 15-летней девушки, то ли у апраксии талия, значит, молодого мужчины. То есть это было модно иметь утянутую тонкую талию, так вот талия Натальи Николаевны была 43 сантиметра. Наши девушки сразу могут взять сантиметр и попробовать посмотреть, сколько это будет в обхвате. Вот как раз на портрете Гау эта осиная талия, она в общем-то, давайте мы еще раз посмотрим. Видите, такая узкая-узкая талия в корсете. Но тем не менее мы видим, что лицо женщины здесь уже какое-то тревожное, напряженное. Правда, Илья Николаевна? Да, это уже не та девушка. Уже нет той улыбки, которая была на Бриловском портрете, она несколько... А это фотография. Вот взгляните, пожалуйста, на настоящую Наталью Николаевну 1850 года. Здесь уже женщина, которая прожила богатую творческую жизнь с самым великим поэтом России, которая родила ему четверых детей, стала музой еще одного не менее интересного человека, потому что Ланской, в общем-то, это тоже личность в истории. Он смог сохранить ту душевную атмосферу, которая уже была... Он не нарушил покоя Александра Сергеевича, да? Вы вообще знакомы с биографией Ланского? Хотя бы в двух словах. Нет? Дело в том, что Ланской, он присутствовал на том самом тревожной встрече, которая была организована интриганкой, которая, где встретились Наталья Николаевна с Дантесом, да? Вот эта комната, она была местом встречи, и Ланской стоял на, как бы сейчас сказали, карауля дверь. То есть он знал, когда предлагал руку из сердца Натальи Николаевны, что никакой вины этой юной девушки с ее стороны в отношениях с Дантесом не было, и что это была просто хорошо разработанная интрига. И его жизнь, она, мне кажется, где-то даже такая покаянная. То есть вот этот большой отрезок жизни Наталья Николаевна сама вспоминала, что я, наконец, отдохнула как женщина. То есть вот большой трудный период жизни с Пушкиным и достаточно спокойный женский период со своим вторым мужем. Поэтому, да, вот такой вот неоднозначный образ женский, который мы можем расценивать уже со своей точки зрения как угодно. Но то, что это великая женщина, которая... Мадонна! Чистейшей прелести, чистейший образец. Я думаю, что без любви поэт никогда бы не написал такие потрясающие строки, правда? Конечно. Невозможно в этом сомневаться. Елена Николаевна, вы вообще, как часто открываете стомик Пушкина? Вот вы человек 21 века. Вы нуждаетесь в каких-то строках для того, чтобы, ну, не знаю, в этом мире как-то жить? Нужны нам строки Пушкина сегодня? Вы знаете, я скажу не о себе, а я вспомню историю, которую рассказывала Елена Бонар, когда Сахарова решили выслать из страны, ему не дали возможности приехать домой. Он позвонил и попросил взять с собой только самое необходимое. Так вот, в числе самого необходимого в нескольких предметах он попросил взять томик Пушкина. И люди, которые его высылали, которые обеспечивали вот это все мероприятие, они удивились Пушкина. Зачем он, что Пушкина не читал? Оказывается, томик Пушкина это то самое необходимое, что человек должен всегда иметь при себе, под рукой. Потому что у Пушкина есть все. И я уже говорила об этом, и, может быть, еще стоит это повторить. Мы должны читать его и попытаться его понять. И если мы, если нам этого удастся, то, может быть, наша жизнь будет правильнее, лучше, интереснее, значительнее, красивее и так далее. Спасибо большое. Дело в том, что наша передача подходит к концу. И совершенно неожиданно я прочитаю в заключении нашей передачи, не как обычно поэтический какой-то заключительный отрывок, а два высказывания самого Александра Сергеевича и Флабера. «Ненавижу стадо, правило и общий уровень». Это слова Флабера. «В работе ради хлеба насущного нет ничего для меня унизительного, но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег». Александр Сергеевич Пушкин. Это письмо к Бенкендорфу. 1835 год. Друзья мои, откройте томик Пушкина. Я думаю, что это самое важное, что можно сделать и в память поэта, и для себя лично, потому что стремление к красоте и гармонии – это степень нашей духовной зрелости. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok